В миску, а потом как будто это мой завтрак. Так что это сладко? Это не сладко. Нет-нет-нет, на 90% шоколад. Когда я говорю шоколад, я всегда имею в виду темный шоколад. Я не имею в виду сахар с небольшим количеством шоколада. Именно так. Хорошо. Следующий. Тоже о путешествиях. Вы путешествуете и живете рядом. Какое событие в экспериментальном сообществе вдохновило вас больше всего? Да. Это из Матерстауна? Думаю, это зависит от того, что вы подразумеваете под событием экспериментального сообщества, верно? Я имею в виду, что, очевидно, Зузалу в прошлом году был, вероятно, самым большим событием в этой категории. И там определенно было много интересных групп событий и мероприятий, которые я нашел действительно увлекательными. Как с точки зрения реального использования Ethereum, так и с точки зрения использования доказательств, нулевого знания и тому подобных вещей, а также экспериментов в области здоровья, экспериментов в области сообщества. Что касается другой важной вещи, различных мероприятий Ethereum, на которые я хожу, я имею в виду, что я определенно уважаю Эд Денвер за то, что он, знаете ли, интересный и крутой, а также за то, что я надел костюм буйвола. Я знаю, что за последние пару лет их стало намного больше, и я не был на последних, но те, на которых я был, были очень веселыми. Та, что была во Вьетнаме, на которой я только что побывал, была забавной. Я думаю, это был первый, где вся площадка была под открытым небом, и, знаете, они сделали ее очень веселой, и они нашли площадку, похожую на Вест Лейк в Ханчжоу. Это самый близкий пример. Это было на прошлой неделе, верно? Да, это было на прошлой неделе, и это была, знаешь, определенно самая COVID-безопасная конференция, на которой я когда-либо был. Да, это было круто, но да, и я определенно хочу, чтобы было больше экспериментов и разных стилей проведения мероприятий, они просто прыгали между Хилтонс и различными побочными гостиницами, которые на самом деле принадлежат Хилтон каждую вторую неделю. Наш лучший никбирс. Сайт. Далее. Над чем вам больше всего хочется работать в эти дни? Это не обязательно должен быть, например, Этериум. Ну, хорошо. Раз уж я отвечаю про Этериум и все остальные вопросы, то, пожалуй, я остановлюсь на том, чем я занимаюсь не в Этериум. Давайте посмотрим, чем я занимаюсь не связанным с Этериум. Ну, опять же, Зерзало продолжается в этом году, и она как бы связана с Этериум, но сообщество, очевидно, опять же, вы знаете, выходит за рамки этого, и есть куча независимых групп, которые создают свои собственные различные деревни в этом году, так что я слежу за ними, помогаю им, когда могу, и рад возможности посетить некоторые из них в ближайшее время. Я играю с некоторыми из последних инструментов искусственного интеллекта, и, знаете, запускаю некоторые модели на местах, и использую их для рисования и других вещей, так что это действительно важное пространство, в котором нужно просто больше понимать. Что еще? Опять же, просто обучение, и да, я думаю, вы знаете, есть обучение ООО, ну, вы знаете, некоторые из всего, это основные. Отлично, значит, у нас будет несколько вопросов, связанных с ИИ. Кстати, этот вопрос от Coinsider. Хорошо, тогда вернемся к Этериум. Да, простые вопросы. Какие СМИ вы хотите спросить, например, Rock Radio, Metaverse Post или Foresight News? Хорошо. Ладно, Rock Radio Granat, вау, это довольно жестокие названия. Да, я так и думаю. Медиагруппу... Я имею в виду? Да. Да. Хорошо, вопрос задан Дэну Куну, я думаю. Его вопрос, конечно же. Как обновление Дэна Куна способствует развитию экосистемы Этериум? Соответствует ли оно вашему председанию? Хорошо. Да, цель обновления Дэн Куна значительно увеличить масштабируемость и снизить комиссионные за транзакции, которые платят двойные уровни, и в частности рулонные, и способ, которым это достигается, создание независимого участка пространства данных внутри каждого блока. Это так называемые блобы, и к этим данным не может получить доступ EVM, что очень важно, поскольку это также означает, что когда клиент проверяет блок Этериум, ему не обязательно иметь доступ к этим данным в то же самое время. Но эти данные, это данные, которые блокчейн Этериум гарантирует как доступные, и так что это очень полезно для роллапов и, в принципе, для любого проекта второго уровня, безопасность которого зависит от доступности данных, чтобы, например, гарантировать, что другие узлы смогут синхронизироваться, если текущие узлы исчезнут, или гарантировать, что если кто-то увидит неправильный ответ, он сможет оспорить его и тому подобное, и мы уже видели, как за последнюю неделю сборы второго уровня значительно снизились, в некоторых случаях примерно в 50 раз. Теперь, я думаю, важно предупредить, что существует вероятность того, что эти сборы снова возрастут, поскольку с увеличением числа пользователей блобов в конечном счете сборы возрастут. Но это все еще довольно значительный прирост масштабируемости, и мы ожидаем, что число блобов, поддерживаемых цепочкой Этериум, продолжит значительно увеличиваться в течение следующих нескольких лет. Это лучше, чем вы ожидали. Например, результат. Думаю, это зависит от того, что вы подразумеваете под словом «лучше». С технологической точки зрения обновление прошло безупречно, так что процент тестирующих снизился с 99 до 95%, что лучше, чем любой другой форк, который у нас был. Количество используемых ресурсов интересно мало, верно? Сейчас целевой показатель составляет около трех блобов на блок, но среднее количество используемых блобов составляет всего один блок на блок, что означает, что сейчас блобы невероятно дешевы. И если вы хотите опубликовать блоб, вам, по сути, придется заплатить только комиссию за транзакции Этериум. И я имею в виду, что, возможно, высокая комиссия за транзакции Этериум является одной из причин этого. Но если цена блобов стремится к нулю, то вы можете просто использовать их для резервного копирования зашифрованной копии жесткого диска или чего-то еще. Существует бесконечное количество вариантов использования гарантированного пространства данных, так что я думаю, что со временем оно подорожает. Но для сегодняшних роллов это определенно хорошо, что они очень дешевые. Но я с нетерпением жду, когда их использование вырастет в ближайшие несколько месяцев. Это также хорошо, если использование будет расти. Точно! Хорошо, следующий вопрос, тоже актуальный. Какое, по вашему мнению, самое преобразующее влияние окажет Этериум на общество в ближайшие пять лет? Я думаю, что следующие пять лет будут критическими для Этериум, потому что многие приложения, которые были достаточно теоретическими и достаточно мелкомасштабными, начинают подходить к тому моменту, когда они готовы к использованию в реальном мире. И я думаю, что с точки зрения блокчейн-пространства действительно влияет на реальный мир. Я имею в виду одно большое влияние, которое оно уже оказало. Это то, что идеи, генерируемые в этом пространстве, действительно проникают в более широкий мир во многих отношениях, которые не были оценены по достоинству. Так, например, Reddit еще не скоро выйдет на IPO. И одна из вещей, которую они сделали, это предоставили людям, которые были активны в сообществе, например, очень активным участникам, модераторам, возможность участвовать на тех же условиях, что и институциональные инвесторы. И я думаю, что такой подход – это определенно то, где криптовалюты действительно помогли проложить тропу, узаконить и установить стандарт. Но помимо этого, наибольшее влияние, как и реальное использование, оказали, я думаю, стабильные монеты, верно? И люди просто используют стабильные монеты для сохранения денег, для торговли, для неправомерных транзакций. И я думаю, что в ближайшие пять лет произойдет. Верно то, что в первую очередь, чтобы преуспеть в этом пространстве, нужно иметь очень хороший UX и очень низкие комиссии. И исторически Ethereum не обладал этими качествами. Но в течение следующих пяти лет Ethereum начнет обладать ими. И мы уже видим, как два уровня и такие вещи, как база, уже начинают приближаться к этому. Но я думаю, что это будет продолжаться. И как только это произойдет, я ожидаю, что Ethereum станет очень ведущим игроком и просто поможет сделать стабильные монеты, доступными для людей. Таким образом, который действительно является открытым, фактически децентрализованным, который фактически не требует доверия к хрупким третьим сторонам. Но я ожидаю, что нефинансовые приложения начнут оказывать гораздо большее влияние. Так что в прошлом году мы наблюдали успех Farcaster, а также в некоторой степени Lens и некоторых других в создании альтернатив платформам социальных сетей. И в настоящее время существует большое желание иметь альтернативы таким вещам, как Twitter и Facebook. И эти проекты, я думаю, делают очень много. Эти проекты, как мне кажется, очень хорошо справляются со своей задачей. И я ожидаю, что это будет продолжаться. И я ожидаю, что особое преимущество, которое дает децентрализация этим проектам, заключается в том, что каждый может написать новый клиент. И если у вас есть новый клиент, вы можете получить доступ и писать на тот же контент. И вам не нужно строить свой сетевой эффект с нуля. Я ожидаю, что это преимущество станет гораздо более очевидным для многих людей. И мы увидим очень активную экосистему людей, создающих различные клиенты, людей, создающих различные способы просмотра одного и того же контента. Так что я думаю, что это пространство будет интересным. Пространство идентификации на основе Ethereum, как я ожидаю, быстро растет. Технология быстро совершенствуется. И я очень надеюсь, что она получит широкое распространение. Так что это включает в себя различные протоколы доказательства личности. Будь то доказательства человечности, или, знаете, система WorldCoin, или, знаете, EDENA, или любая из них. А также включает в себя такие основанные на социальных графах вещи, как Pope, и, знаете, как Zustamps, включает в себя, знаете, такие вещи, как Gitcoin Passport, как, в принципе, да, одна из больших проблем, которая волнует многих людей прямо сейчас. Как доказать, что аккаунт на какой-то платформе на самом деле является человеком, а не ботом, или одним из миллиона ботов контролируемых, или аккаунтов, контролируемых одним и тем же человеком. И я вижу большой риск в том, что когда людям нужно решить эту проблему, они будут обращаться к централизованным решениям. И централизованные решения, я думаю, будут очень-очень плохими рисками с точки зрения исключения всех видов людей. И я надеюсь, что, знаете, пространство Ethereum может стать лидером в создании некоторых из этих децентрализованных альтернатив и сделать их действительно доступными. Да. Так что я думаю, что все эти вещи важны, и я думаю, что так будет и впредь. Круто. Какое прекрасное видение. Растет. Следующий вопрос о проблемах. Я могу объяснить, как вы видите проблемы в Ethereum Proof of Stake, и как финализация одного слота и другие усовершенствования могут решить эту проблему. Это радужный стейкинг? Я думаю, что сейчас основные проблемы в системе Proof of Stake в основном связаны с различными рисками централизации, верно? Итак, основные из них, которые волнуют людей, один из них связан с MV, а остальные это риски, связанные с просто функцией стейкинга, валидатора и аттестации как таковой, верно? В принципе, проблема со стороны MV заключается в том, что мы видим растущую централизацию строителей и цензуру строителей, а реле появляются как другой вид централизованного актора, и есть набор методов. Один из них — билеты на исполнение, которые, по сути, являются последней формой того, что мы называем PBS, то есть разделением между провайдером и строителем. Только, наверное, правильнее было бы назвать это разделением тестеров и сборщиков. И еще один вариант — списки включения. И я думаю, что способ думать о списках включения — это в основном попытаться вернуться как можно ближе к тому миру, в котором Ethereum был, скажем, в конце года, когда децентрализованные валидаторы отвечали за создание блоков, верно? Только здесь они, как и мы, подразумевают под блоком просто список транзакций, как и то, какие транзакции будут включены, верно? Потому что это самое важное с точки зрения справедливости и противодействия цензуре. А затем участники, например, строители, будут отвечать, в частности, за некоторые очень специфические функции, которые важны, но несут в себе риски централизации. Так, одна из них — префикс блока и упорядочивание блока, то есть часть создания блока, которая может включать в себя захват MEV. Другой — вычисление маршрутов состояний, то есть, например, выполнение вычислений EVM в конечном счете, заказ нарк этих вычислений, затем выполнение задач агрегирования, то есть агрегирование подписей. Вы знаете, EFC 4, 3, 3, 7, агрегирование, потенциальное агрегирование, я не знаю, подписей или, например, доказательств с уровня 2. Так что, по сути, все эти централизованные вещи будут выполняться, ну, например, строителями, которые будут выбираться через аукцион с билетами на исполнение, а те части предварительного создания блоков, которые просто более релевантны для безразрешительности протокола, то есть просто выбор транзакций, будут выполняться валидаторами таким образом, чтобы они были менее уязвимы для цензуры. Это одна часть. Другая часть связана с самим стакингом, верно. Недавно я провел серию опросов как на сайте Forecaster, так и на презентации в YerthaiPay, которую я делал ранее, где я в основном спрашивал, если вы не делаете ставку, то почему? И, безусловно, самый большой ответ, который дали люди, это то, что у них меньше 32 AD, верно? И, вероятно, второй по значимости ответ заключается в том, что люди... Запускать ноду слишком сложно. Так что, если запуск узла слишком сложен, у нас уже есть существующая техническая дорожная карта, которая в основном предназначена для решения этой проблемы, верно? Так что, следующим важным шагом на протяжении долгого времени были деревья Веркля. И деревья Веркля действительно достигли большого прогресса. Существуют активные тестовые сети, в которых работают их реализации. И с деревьями Веркля в качестве узла, в качестве узла, вам не нужно хранить состояние локально. А при истечении срока действия истории по EIP444, вам также не придется хранить большую часть истории локально. Таким образом, объем данных, необходимых для работы узла, уменьшится с нескольких терабайт до возможности, в принципе, запустить узел в оперативной памяти. И как только мы это сделаем, то, например, повторная синхронизация и синхронизация станут намного быстрее. Например, потенциально это может занять несколько минут, и это станет гораздо более простой задачей, которую людям будет гораздо легче выполнять. И то с ЗК Снаркс, я имею в виду, требования будут снижаться и дальше, верно? Думаю, в долгосрочной перспективе запуск узла будет сводиться к загрузке некоторых данных, их хэшированию и проверке Снарк, верно? Всего несколько очень простых вычислений, которые будет очень легко выполнить в качестве фонового процесса на любом компьютере, может быть, даже на телефоне, даже в браузере. И есть уже существующая технологическая дорожная карта, чтобы добраться до этого момента. Более сложной является часть с менее чем 32 ЕД. И в основном потому, что изначально 32 ЕД были компромиссом между тем, чтобы не требовать слишком много ЕД, чтобы быть стейкером, и тем, чтобы не иметь слишком много стейкеров, потому что это сделало бы блоки слишком сложными для обработки. И есть несколько новых подходов к доказательству доли, которые в основном предполагают жертвование требованиями, чтобы каждый стейкер участвовал в каждом раунде консенсуса. И если вы пожертвуете этими требованиями, то сможете получить преимущество однослотовой финальности. То есть вы получаете окончательность после одного слота и преимущество, например, возможность делать ставки, используя менее 32 ЕД, и более простые и легкие узлы одновременно, верно? И есть много проблем в деталях, например, как заставить такой алгоритм работать. И радужный стейкинг – одно из таких предложений. Я пишу о том, что 81, 92 подписи на слот – это одно из таких предложений. Так что сейчас в ходу множество различных идей, и это очень активная область исследований. Круто. Классно. И следующая тоже из Metaverse. Но, возможно, вы уже осуществили этот вопрос. Да, я уже ответил на вертикальный след. Да-да-да, давайте. Посмотрим. Как насчет модульных блокчейн-решений? Многие проекты предлагают такое решение. А еще мы видим идеи о том, что Ethereum L1 может отвечать за совместное секвенирование. Как вы видите более широкий вопрос? Да. Какие функции, по сути, должен выполнять L1? А что следует оставить отдельным L2? Я думаю, что мы видим, как некоторые движения в противоположных направлениях, верно? Модулизация, например, блокчейн, в основном указывает на будущее, в котором каждая отдельная цепочка делает меньше, а разные компоненты выполняются разными частями. А совместное секвенирование, особенно, как описал Джастин Дрейк, один из наших исследователей, который является большим сторонником Ethereum L1, делает совместное секвенирование. И, в принципе, да, это видение, где L1 делает больше, верно? Если посмотреть на то, за что L1 отвечает сегодня, то L1 отвечает за общую безопасность. И, знаете, это общий расчетный уровень. Это, знаете ли. Знаете, как в случае с Ethereum, он гарантирует, что каждый L2 имеет возможность прочитать любой другой L2 таким образом, что это не зависит ни от каких, да, ни от каких централизованных, я имею в виду, акторов или даже наборов валидаторов, верно? Потому что даже если Ethereum будет атакован на 51%, все L2 будут отменены одновременно, верно? Так что у вас все еще есть последовательность. Но Ethereum обеспечивает доступность данных для роллапов, но не обеспечивает доступность данных для валидиумов. А последовательность, то есть выбор порядка транзакций, в настоящее время остается на основе роллапа за роллапом, верно? Поэтому вопрос в том, какой подход будет идеальным в будущем. Что касается вопроса об общей последовательности, то лично я придерживаюсь агностического мнения. Я знаю, что некоторые люди выступают за это, а некоторые считают, что совместное секвенирование совершенно излишне. Например, в принципе, многие люди, я думаю, утверждают, что, во-первых, преимущества совместного секвенирования на самом деле не так уж велики после определенного размера, верно? Например, для обычного пользователя не имеет значения, будет ли глубина рынка составлять, например, 5 миллионов долларов или 10 миллионов долларов. Вам просто нужно, чтобы глубина рынка была достаточно большой, чтобы вы могли обрабатывать свои собственные транзакции. И они также утверждают, что, например, кросс L2MIF на самом деле не такой уж и большой, верно? В принципе, любой арбитражный миф между Оптимизм и Арбитрум можно разложить на миф между Оптимизм и Байнанс, а затем отдельно на миф между Арбитрум и Байнанс, верно? Таков основной способ думать об этом. И если это действительно так, то, по сути, нет больших преимуществ от некоего всевидящего актора рынка Accentral, имеющего глобальный взгляд на все L2s и выбирающего транзакции на этой основе. И, возможно, было бы хорошо, если бы все L2s проводили секвенирование отдельно. Но это, я думаю, открытая дискуссия. И я хочу сказать, что мне нравится просто наблюдать за дискуссией и смотреть, как она идет. Что касается других видов функций, я думаю, мы определенно хотим расширить объем данных, которые L2 или Ethereum может поддерживать напрямую, верно? И как в идеальном мире, все должно быть свернуто, и Ethereum не должен обеспечивать доступность данных для всего. Но на практике мы знаем, что этого, скорее всего, недостаточно. Даже долгосрочное видение 16 мегабайт на слот, вероятно, недостаточно. Поэтому я хотел бы видеть, как очень безопасные вещи сворачиваются в цепочку, а другие вещи используют различные виды оптимистичных конструкций данных, которые по умолчанию делают данные вне цепочки, а в особых случаях, когда могут возникнуть какие-то проблемы, включают их в цепочку. Хорошим примером таких конструкций является плазма. Но существует целый спектр подобных конструкций. Еще один важный момент связан с абстракцией аккаунта, верно? Например, если у вашего аккаунта есть состояние, которое может быть изменено. Например, если у вас есть ключ, и вы хотите отозвать его и добавить новый. Если вы хотите изменить алгоритмы, то где находится это состояние, верно? И если у вас есть аккаунт в сотне мест, то для обновления аккаунта вам придется отправлять одни и те же данные сто раз, верно? И одна из идей здесь заключается в том, чтобы в основном, знаете, этот минимальный ключ хранится в рулонном подходе, где это состояние живет в одном конкретном месте, как, возможно, один, вы знаете, очень нейтральный основанный рулонный поверх Ethereum. И тогда все остальные L-технологии смогут обращаться к нему, чтобы доказать при каждой транзакции, к какому текущему состоянию они обращаются. Но это пока идеи ранней стадии, и они все еще обсуждаются в пространстве кошельков. Так что я думаю, что мой взгляд на это очень прагматичен, верно? Если есть функция, которая достаточно важна, чтобы обрабатывать ее на L1, то она обязательно должна быть. И в противном случае, я думаю, что оставлять разное пространство для разных L-тулов, чтобы делать разные вещи, тоже очень ценно. Отлично. Хорошо, на этом вопросы, связанные с Ethereum, закончены. Ладно, давайте поговорим о Dogecoin. Ни в коем случае. Я имею в виду, давайте мы хотим инвестиций. Нет, 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 нет. Ладно, нет, да, пусть Илон расскажет о собаках, да, и... Вы находитесь перед большим количеством СМИ, все... Итак, безопасность и конфиденциальность. Это сложный вопрос. Как ЗК решает проблему доверия для нетехнических людей? Например, как они узнают, что ЗК действительно достигает цифрового идентификации? Я думаю, что вопрос здесь в том, что если у вас есть система, которая дает вам некий уровень конфиденциальности ЗК в теории, то как пользователь, как вы можете знать, что вы действительно получаете этот уровень конфиденциальности на практике, верно? И я думаю, что вижу в этом продолжение проблемы, которая уже есть в Этериум, которая заключается в том, что если вы вкладываете свои активы в смарт-контракты, а не просто отдаете свои активы какому-то парню, то как вы можете быть уверены, что в смарт-контракте нет черного хода, чтобы этот парень мог просто забрать ваши средства, когда захочет? И решение, которое у нас есть на данный момент для этого, Это я имею в виду одно, вы знаете, у нас есть, очевидно, как Этерскан, способность чтения контрактов. Вы можете прочитать контракт, люди могут опубликовать исходный код, и Этерскан проверит его. И это отличный инструмент разработчика для опытных пользователей, а также для обычных пользователей, которые не могут самостоятельно прочитать тысячи строк кода. Я имею в виду, что мы определенно видим, как кошельки начинают становиться более сложными, верно? Так что мы видим, как кошельки начинают выдавать больше предупреждений, в основном показывая, например, взаимодействуете ли вы с популярным приложением или с каким-то приложением, с которым другие люди раньше не взаимодействовали. Одна вещь, которую я в конечном итоге хочу увидеть, это то, что я хочу, чтобы пользовательские интерфейсы DAB стали версионными, верно? И так далее. Даже, знаете, просто загружать интерфейс на IPFS, а не на веб-сайт. И если вы это сделаете, то каждое обновление должно быть транзакцией в блокчейне, верно? И вы можете сделать так, чтобы авторизация для этой транзакции была мультисигом, контролируемым командой, верно? И тогда не будет сервера, который можно взломать для принудительного обновления. Кроме того, с точки зрения кошелька, кошелек сможет показать вам, как недавно обновлялся сайт. Одобрено ли содержимое и тому подобное, верно? Итак, мы хотим видеть больше таких данных. В общем, я думаю, что нам нужно больше способов агрегировать мнение высококлассных исследователей и аудиторов. И мы уже начали это замечать. И я думаю, что кошелек будет играть очень важную роль. Я думаю, что он станет важной, активной помощью пользователю в сборе всей этой информации. И я думаю, что все эти инструменты, которые мы используем и собираемся использовать для обычного Ethereum, должны быть применены и к технологиям ZKI, верно? То есть точно так же, как у нас есть, например, AtherScan Solidity, публикация исходного кода. Нам нужно, чтобы, например, AtherScan публиковал код SirCom, или даже, например, публиковал Stark, Cairo Precoda, или любой другой язык исходного кода, верно? А затем он скомпилирует его и проверит, совпадает ли ключ проверки с цепочкой. Такие вещи вполне можно сделать, верно? И я надеюсь, что кто-нибудь сделает их на завтрашнем хакатоне. Но как... В общем, возьмите те же самые инструменты, которые мы использовали для контрактов Ethereum, и примените их к ЗК, как к ЗК на цепи, так и к персональным ЗК вне цепи и таким вещам, как Zoopass, практически тем же самым способом. Отлично. Отлично. Следующий вопрос также связанный с безопасностью. Как вы предлагаете Ethereum решить проблему угроз, связанных с квантовыми технологиями? Какие последствия это имеет для всей криптовалютной экосистемы? Да. Я думаю, это тот же вопрос. Я имею в виду, что это похожий вопрос. Существует ли стандарт критериев или симптомов для фонда, который уже предсказан или оценен, чтобы сообщество было предупреждено о квантовой угрозе? Итак, одна вещь, которую, я думаю, важно осознать и которую, я думаю, многие люди до сих пор не осознают, заключается в том, что с точки зрения технологии у нас есть алгоритмы, устойчивые к квантовому воздействию для каждой вещи, которая уязвима для квантовых компьютеров. Так, квантовые компьютеры ломают существующие подписи на эллиптических кривых. У нас есть около пяти различных типов подписей на основе хэша, решетки и изогении, которые устойчивы к квантовому воздействию. Квантовые компьютеры ломают шифрование на основе эллиптической кривой и скрытые адреса. Для этого у нас есть решение на основе решеток и изогении, верно? Квантовые компьютеры ломают доказательства нулевого знания на основе TZG и IPA. У нас есть Starks. А недавно, да, я имею в виду, появилась новая статья, в которой было показано, как можно уменьшить количество раундов в протоколе FRI. Что делает наш Starks примерно в два раза меньше, чем раньше, верно? Итак, Starks — это доказательство на основе хэша. Хэши устойчивы к квантованию, поэтому Starks устойчивы к квантованию. Полностью гомоморфное шифрование. На самом деле, нам очень повезло, что конструкции полностью гомоморфного шифрования, которые у нас есть и которые мы имели с первого дня, оказались просто квантовоустойчивыми, верно? Квантовые компьютеры не помогают с решетками. Так что в теории это решенная проблема, но существует важная логистическая задача перехода от теории к практике. И одна из приятных вещей заключается в том, что, как мне кажется, у нас есть возможность провести экстренное восстановление, которое сохранит средства большинства людей. И я недавно писал об этом на ETH Research, но мы хотим перейти от большинства ко всем, и мы хотим дойти до того момента, когда можно будет сделать что-то, что в идеале позволит пользователям просто выйти за дверь с квантовой устойчивостью, и даже сам протокол будет таким. И чтобы это произошло, во-первых, нам нужна блокировка аккаунта, потому что блокировка аккаунта имеет много преимуществ, но одно из этих преимуществ заключается в том, что вы можете предоставить любой алгоритм подписи, который вы хотите, в качестве способа проверки вашего аккаунта, верно? Так что если вы хотите сделать его квантовоустойчивым, он может быть квантовоустойчивым. Еще одно преимущество заключается в том, что нам нужно, чтобы уровень консенсуса Ethereum стал квантовоустойчивым, верно? В таком случае это немного сложнее с инженерной точки зрения, потому что наш нынешний подход в значительной степени опирается на то, что мы используем подписи BLS, которые невероятно эффективны, а все, что основано на квантах, будет менее эффективным, и это факт, верно? И это, собственно, одна из причин, почему я настаиваю на том, чтобы использовать любые 92 подписи на свод, например, верно? Я думаю, нам нужно дать себе больше свободы действий, чтобы мы могли приспособиться к менее эффективному алгоритму, если потребуется, и в то же время исследователи полным ходом идут вперед по оптимизации, измерению и бенчмаркингу постквантовых альтернатив, насколько это возможно. Да, это приятно слышать. Итак, на этом мы завершаем часть, посвященную безопасности. Следующий раздел будет посвящен тенденциям развития индустрии. Их будет несколько. Первый из них связан с искусственным интеллектом. Каковы, на ваш взгляд, ключевые преимущества использования искусственного интеллекта в криптовалюте? Как это может изменить индустрию? Да, я думаю, что многие люди очень любопытны и спрашивают о том, что такое пересечение ИИ и криптовалют в течение последних 10 лет. И я думаю, что имеет смысл спросить об этом, потому что на очень высоком уровне, на очень тематическом уровне кажется, что оно должно быть верно. Например, ИИ и криптовалюты – два очень важных технологических тренда нашего времени. И есть такая линия, что ИИ стремится к централизации, а криптовалюты к децентрализации. И между ними должно быть что-то вроде инь-янь. Верно. Но вопрос всегда заключался в том, можно ли перейти от такого тематического сближения к реальным примерам приложений, которые используют обе технологии так, чтобы они были продуктивны для обеих сторон. И в своем недавнем посте, написанном около двух месяцев назад, я попытался проанализировать этот вопрос и выявить несколько конкретных приложений, которые имеют смысл. И одно из них, о котором я говорил, это ИИ, да, участвующие в рынках предсказаний или в других видах рынков поверх… Поверх Этериум, где, по сути, можно сделать рынки гораздо более микромасштабными и создать ИИ, способные играть на них. Другой вариант – ИИ как часть кошельков и помощь пользователям в осмыслении онлайн и внутрицепочечной среды, с которой они взаимодействуют. Третье – использование криптографии, включая такие вещи, как ZKSNARKs и ZKML, MPC и ИИ внутри FHE и тому подобное, чтобы попытаться создать модели ИИ, достаточно безопасные, надежные и сохраняющие конфиденциальность, чтобы стало безопасно использовать их в качестве центральных участников внутрицепочечных приложений, будь то DAO или Оракулы или что-то еще. И четвертое – если это удастся, то можно будет использовать ИИ в других областях. Итак, я думаю, что первые два пункта являются наиболее очевидными в краткосрочной перспективе, а последние два – более спекулятивными, верно? Так что я определенно не хочу создавать впечатление, что ИИ или криптовалюты станут следующим великим событием, которое понесет индустрию вперед или что-то еще, верно? Но я абсолютно точно считаю, что эти пересечения заслуживают внимания. Да, и еще одна тема – роль ИИ в отладке кода, верно? По сути, одна из самых больших проблем в этой области – это ошибки в нашем коде. И одна из приятных возможностей, которую мы можем ожидать, но пока не знаем – это возможность того, что ИИ сделает намного-намного проще использование инструментов формальной верификации для доказательства того, что гораздо большие наборы кода удовлетворяют определенным свойствам. И если мы это сделаем, то потенциально сможем иметь гарантированно свободные от ошибок ЗК и ВМ, например, верно? Чем больше мы можем уменьшить количество ошибок, тем более безопасным может стать пространство, и есть шанс, что ИИ может быть очень полезен и в этом. Третья часть звучит очень амбициозно. Хорошо, а как вы относитесь к этой рестайлинговой лихорадке от AP Media? Да. Рестакинг, я думаю, интересен тем, что, с одной стороны, это потенциально очень ценный способ разблокировать YID, который используется в ставке, и сделать его доступным для других приложений. И это одна из тех вещей, на которые есть спрос. И если мы не обеспечим его каким-то образом, то есть риск, что в основном спрос перейдет к централизованным игрокам, верно? Потому что любой может просто принимать чужие ETH и делать ставки от имени людей, а затем выпускать токен и потом просто позволять людям заново брать этот токен, верно? Но это не тот мир, который мы хотим видеть. Но, с другой стороны, определенно существуют риски, связанные с неправильным проведением рестейкинга. Например, риск того, что различные виды системных рисков в конечном итоге также повлияют на набор валидаторов Ethereum. И к этому есть несколько разных подходов. И я знаю, что разные проекты изучают этот вопрос. Пока что я просто наблюдаю за этим пространством и с нетерпением жду, что из этого выйдет. Отлично. Вы уже вроде как говорили об этом. Вы более активны на подкастер, чем в Twitter. Вы более активны на форкастер, чем в Twitter? Похоже, вообще-то. Хорошо. Хорошо. Кто здесь более активен на форкастере, чем в Twitter? Кто здесь собирается прогнозировать, какая статья выйдет из этого, прежде чем написать ее в Twitter? Вы должны. Ладно, хорошо. Да ладно, мы же децентрализованное пространство. Мы должны использовать свои собственные вещи. Хорошо. Так что, да, как вы думаете, эти социальные приложения... Хорошо. ...подкастер действительно могут конкурировать с Facebook, Twitter социальными приложениями? Вы тоже? Я имею в виду, я думаю, что одна из интересных вещей с социальным пространством заключается в том, что оно имеет сетевые эффекты, но также имеет и антисетевые эффекты. Например, Twitter — это место, где все люди, но это также и место, где все действительно раздражающие люди. Верно? Так что я обнаружил, что форкастер уже дошел до той точки, когда там достаточно людей, чтобы быть интересным, но количество, тип вовлеченности, которые я получаю там, на самом деле более качественный. И я думаю, знаете, еще одна вещь, которую децентрализованная социальная система может действительно привнести, это одна из главных проблем, связанных с переходом руководства Twitter и всеми дискуссиями вокруг этого в последние несколько лет. Это то, что, знаете, в Twitter была и есть куча функций, которые в основном были направлены на то, чтобы попытаться отличить, знаете, высококачественный контент и людей от низкокачественного контента и людей. И я имею в виду, что многие люди критиковали эти механизмы, включая модерацию и синие проверки, которые были как бы очень централизованными и как бы привилегированными для определенной группы с определенным набором мнений и предубеждений. А криптовалютное пространство, и, как вы знаете, я думаю, что многие из этих нефинансовых приложений Ethereum в основе своей решают эту проблему более децентрализованным способом. То есть, по сути, пытаются решить проблему доверия, не прибегая к помощи какого-то централизованного субъекта, который решает, кто и что хорошо, а кто и что плохо. И я думаю, что подобные вещи могут в итоге объединиться с Forecaster и как мы, и Lens, и другими протоколами, и мы сможем увидеть его как живой пример того, как работают подобные методы, верно? И Forecaster определенно начинает сталкиваться с проблемой спама. Так что это то, над чем им еще предстоит поработать, но я с нетерпением жду этого. Я также рад видеть, как Forecaster чередует клиентов, верно? Главная фишка Forecaster в том, что это не сервер, а цепочка, и поэтому, в принципе, вы можете создавать свои собственные клиенты. И, знаете, ваши клиенты могут читать или писать один и тот же контент, чтобы люди, использующие Warpcast, могли его видеть. И это то, что, как мне кажется, может стать прекрасным местом для людей, которые начнут создавать свои собственные клиенты и пытаться добавить, я имею в виду, интересные новые функции, верно? Например, можно представить, как люди размещают свои собственные заметки сообщества на Forecaster, или как люди, знаете, размещают в Forecaster различные, я имею в виду, проверки фактов на основе искусственного интеллекта, или даже проверки фактов на основе рынка предсказаний или чего-то еще. Можно представить, что люди создают свои собственные механизмы для определения того, какие участники имеют высокую репутацию, а какие нет, чтобы, например, сделать приоритизации контента, и у разных групп людей могут быть разные подходы. И все эти вещи могут быть сделаны разными клиентами, и люди смогут сами выбирать, через кого они хотят смотреть на содержимое Forecaster. Так что я с нетерпением жду развития подобных тенденций. Еще одна вещь, которая меня радует, это то, что я чувствую, что Forecaster, в частности, делает хорошую работу, чтобы быть прагматичным и убедиться, что он достаточно прост в использовании. И, как мне кажется, его смогли использовать люди, не занимающиеся криптовалютами, причем так, как не смогли многие другие, ну, вы знаете, предыдущие приложения, и я думаю, что это важный успех, который нужно развивать и пытаться повторить другим приложениям. Хорошо, давайте начнем больше использовать подкасты, тогда будет больше спама. Хорошо. Следующая статья от DL News. Как индустрия может сохранить верность своей первоначальной этике централизации и свободы? Да, я имею в виду, я думаю. Есть несколько важных вещей, которые пространство должно делать одновременно. Я думаю, что одна из них – это решение проблемы общественных благ. Существует множество проектов, которые лучше всего справляются с задачей сохранения верности этим ценностям, но часто для этого приходится жертвовать бизнес-моделями. И в таких случаях сообществу необходимо придумать и реализовать альтернативные способы финансирования и поддержки этих проектов. И это то, в чем мы должны быть лучше. Это то, что различные организации, предоставляющие гранты, включая Оптимизм РПГФ, включая гранты Гиткоин, включая такие вещи, как Протокол Гилд, делают все лучше и лучше, что, на мой взгляд, очень важно. Но это область, в которой, я думаю, нам нужно продолжать делать больше. Я думаю, что нам также нужны более активные усилия всего сообщества по стандартизации. В принципе, один из рисков, который я вижу, – это риск того, что в экосистеме появятся крупные участники, которые попытаются уйти от стандартов и создать, по сути, свои собственные огороды и закрытые экосистемы. И если это произойдет, то ценность всей экосистемы в целом уменьшится, верно? А это в итоге приводит к тому, что мы жертвуем преимуществами пространства. Кроме того, я думаю, что людям нужно продолжать на деле реализовывать теоретические преимущества, которые дает криптовалюта. Так, например, каждый из этих основных протоколов должен иметь альтернативного пользователя, графическую реализацию пользователя, сделанную альтернативной командой, верно? Да, и если вы не можете этого сделать, то это проблема, и команда должна быть об этом предупреждена, пока не сможет, верно? Да, должны быть альтернативные графические интерфейсы для каждого из этих двух уровней и для всех функций этих двух уровней для Forecaster. То есть я имею в виду, что Flink существует, но нам нужно больше. Должны быть альтернативные графические интерфейсы даже для Gnosis Safe. Например, прежде чем я решил перевести свой собственный холодный кошелек на Gnosis Safe, я залез в него и сделал собственный графический интерфейс, чтобы убедиться, что смогу вывести средства. И на самом деле это даже спасло меня вначале, потому что оказалось, что вначале безопасный пользовательский интерфейс не был совместим со статусным кошельком, но я имею в виду, что мой пользовательский интерфейс был совместим. Знаете, нам нужно убедиться, что мы действительно, знаете, поддерживаем открытые стандарты для таких вещей, как доступ к журналам, которые, знаете, зависят от многих. В общем, убедиться, что у нас действительно есть децентрализованные альтернативы для инфраструктуры, которая не является блокчейном. Еще одна важная вещь, которую я считаю важной, это баланс между сохранением этики, насколько это возможно, и вопросами регулирования, а также признанием в обществе. И еще в сентябре я стал одним из авторов статьи о пулах конфиденциальности, которая, по сути, предлагает подход к тому, как можно адаптировать протоколы конфиденциальности, подобные Торнадо Кэш, чтобы обеспечить конфиденциальность для подавляющего большинства пользователей, но при этом исключить из системы плохих игроков. И, знаете, уже есть довольно успешные реализации этого подхода. Поэтому, я думаю, мы хотим видеть больше таких проектов, и больше таких проектов не только для финансовых, но и для идентификации и репутации. Мы хотим найти такие прагматичные решения и в то же время помочь пользователям понять, что такое, например, уровень конфиденциальности, который они получают, участвуя в подобном проекте. И я думаю, что еще один момент заключается в том, что нам нужно продолжать искать способы поощрять все больше и больше различных групп людей по всему миру участвовать в экосистеме Ethereum не только как пользователи, не только как разработчики приложений, но даже как разработчики второго уровня, разработчики кошельков и протоколов. Чем сильнее будет наша экосистема, чем более глобальной будет экосистема, тем больше мы сможем сохранить и увеличить децентрализацию Ethereum со временем. Именно поэтому у нас есть восточный Тайбэй. Собираем больше разработчиков, чтобы строить больше. Да. Ладно, я думаю, что у нас осталось не так много времени. Хорошо. Ну, я буду задавать вопросы по 60 секунд. Давай, давай, давай. Ух ты. У меня есть часы. Следующий вопрос от Матерстауна. Есть ли у вас какие-нибудь конкретные советы, как неанглоязычные писатели могут участвовать в экосистеме общественного блага? Потому что обычно это только для английских писателей. Я имею в виду, я думаю, что, во-первых, если у вас есть некоторый уровень владения английским языком, и, знаете, создание большего количества переводов — это то, что всегда ценно. А также создание локализованных, я имею в виду, версий и выражений, презентаций, статей о схожих идеях, приложите усилия, чтобы активно участвовать в этих протоколах. И поскольку я думаю, что многие из них активно пытаются приветствовать этих, я имею в виду, больше участников со всего мира, вам просто нужно появиться, и вы знаете, как на самом деле быть участником, избирателем, обладателем бейджа, вы знаете, участвовать в том, чтобы помочь, вы знаете, как агрегировать информацию для других людей. В общем, да. Я думаю, совет такой же, как и мой совет любому человеку, верно? Если вы активно, ну, знаете, протягиваете руку помощи, то, я думаю, многие люди с радостью примут вас, а затем как бы передадут ее дальше и помогут сделать контент для большего количества людей. Дерзайте. Следующий представитель Coindesk Индонезия. Да, это про Индонезию. Как предстоящее обновление Ethereum может способствовать более широкому университету в развивающихся и небанковских регионах, таких как Индонезия? 66% населения не имеют доступа к банковским услугам. Стабильные монеты и другие различные виды протоколов DeFi и, знаете, даже такие вещи, как играй, чтобы заработать, уже стали очень популярными и полезными для людей в этих регионах. Проблема самого Ethereum и даже многих альткоинов Ethereum заключается в том, что комиссии слишком высоки. И главная, главная задача – просто снизить комиссию. Обновление Denkrund помогает снизить эти комиссии, а будущие обновления будут снижать их еще больше. Отлично. Хорошо. Последняя часть о личных впечатлениях. Да. Решать вам. Почему вас так интересует долголетие? Что вы будете делать, если станете бессмертным? Мне просто нравится жить. Знаете, жизнь – это весело. Что я буду делать, если стану бессмертным? Знаете, наверное, тем же, чем я занимаюсь сейчас. Только дольше. Да-да-да, именно так. Хороший ответ. А это от Coinsider. Что вас больше всего удивило в эволюции и развитии криптовалют? Если вы хотите сказать себе, что было 5 лет назад, как обстоят дела сейчас? Что удивило бы вас больше всего? А также, как вы думаете, что будет через 5 лет? У нас уже были подобные вопросы, верно? Так что может быть только несколько. Да, хорошо. Хорошо. Да, первая часть. Да, я имею в виду, я думаю, что в 2020, ну, знаете, как я мог сказать, и в других местах NFT, ну, знаете, действительно удивил меня. Я думаю, как и сейчас, я имею в виду, вы знаете, повторный подъем монет-мемов определенно удивляет. С положительной стороны, я думаю, что быстрый прогресс в технологии ЗК определенно удивил меня. Это одна из тех вещей, которые действительно произошли быстрее, чем мы ожидали, что очень редко бывает в программном обеспечении. Да, и я думаю, что скорость распространения изменений протокола первого уровня увеличивается. Например, мы сделали слияние и сделали Blobs всего через полтора года после слияния, верно? И похоже, что мы на пути к тому, чтобы, я имею в виду, сделать вертикальные деревья не так далеко в будущем, верно? Так что я тоже впечатлен этим. Да, это быстрее, чем я думал. Следующий от BlackBar. Поделитесь одним советом, который вы хотели бы дать тайваньским разработчикам, только начинающим осваивать блокчейн. Я думаю, самый важный. Это последний. Да, я думаю, самое важное – это найти способ, с помощью которого вы почувствуете мотивацию участвовать и продолжать участвовать. И способ, с помощью которого вы действительно, я имею в виду, начнете присоединяться и становиться частью сообщества, а не просто, я имею в виду, как будто вы сидите в одиночестве в углу и бросаете все это через две недели. Поэтому я думаю, что очные мероприятия отлично подходят для этого. Я думаю, что определение какого-то конкретного базового проекта, а затем реальное создание чего-либо – отличный способ для этого. Вы также можете попробовать присоединиться к пространству тем же способом, что и я, то есть начать с того, что стать писателем. Это отличный способ подтолкнуть себя к обучению. Так что присоединяйтесь к Хакатон.